всем привет и на повестке дня и ночи у меня сегодня лукошка хочу показать как заморачиваюсь с лукошком я возможно эта информация кому-то пригодится и ее можно будет использовать как мастер-класс значит есть у меня два таких вот замечательных экземпляра 1 левый экземпляр это первый тестовый прототип после которого я сделал выводы и пришел к вот такому варианту усовершенствовал конечно предела никакого нету совершенству можно здесь есть здесь еще над чем работать это классическая белорусская лукошка и казалось бы да изделие простое собираем каркасы плетем но здесь очень много вариаций очень много можно поиграть и с формой то есть не только сделать круглую форму можно сделать более овальную форму также и вот с этой формой тоже можно поиграть то есть не сферическую форму а как бы форму сердца сделать значит хочу показать как заморачиваюсь лукошком я что нам потребуется для изготовления лукошек сначала нам придется до действительно заморочиться значит нам понадобится две основы две основы на понадобится основы в моем случае круглые стойки которые мы будем подставлять ну и соответственно вязальная проволока у меня вязальная проволока диаметром 1 и 1 то есть какая была брал ее чтобы она мне хорошо подходила именно к моим трубочкам какие трубочки я кручу как я их кручу чем обрабатываю как крашу на данном моменте вы все можете посмотреть на моем канале поэтому переходите видеозаписи и смотрите если что-то непонятно пожалуйста пишите комментарии все отвечу все расскажу сейчас я вам ставлю кадры как я изготавливал запчасти каркаса все это покажу все прокомментирую поэтому приятного просмотра длина окружности основы у меня три нарощенных трубочки трубочки наращиваю на проволоке замыкаю круг используя ведро на каждую из основ использую по пять колец плотно укладываю кольца и обматываю их трубочкой для подстраховки использую клей чтобы основа была более менее равномерной в процессе обмотки хорошо прижимаю кольца поправляю и туго обматываю но не обходится без нюансов два кольца оказались чуть длиннее поэтому разрезаю их и чуть-чуть укорачиваю перехожу к изготовлению стоек в стойках тоже проволока подготавливаю необходимое количество и на проволоке наращиваю две трубочки проволоку продевать лучше всего в сухие трубочки полученные заготовки сбрызгиваю водой и оставляю на 20 минут в это время основа у меня отдыхали на ведре для успокоения души обрабатываю их чистой дюфой и вновь на ведро на ночь прошло 20 минут и возвращаюсь обратно к стойкам одна стойка будет состоять из трех трубочек с проволокой внутри для этого без фанатизма скручиваю по три трубочки между собой получилось у меня 12 стоек обрабатываю их тем же раствором что и трубочки перед плетением и когда они не будут липнуть друг другу придаю нужную мне форму моем случае я укладываю стойки ведро и оставляю до полного высыхания ну что пока вы смотрели как я делаю комплектующие я померил свои основы примерно определил середину сопоставил пометил малярным скотчем где у меня будет ручка определил что эта сторона наиболее мне подходит для ручки сейчас одну сторону я подфиксирую тоже малярным скотчем и приступим к оплетанию крестовины будем делать замок так ну что вот на этом моменте я немножко сам запутался поэтому продолжаем так ну что хочу сказать пока у меня сохнет клей мероприятие это очень неприятное вспоминать и плести поэтому второе перекрестие я поменяю ракурс и покажу с другого ракурса надеюсь будет более понятно так ну вот совсем скоро нам будет удобно подцеплять прищепкой пока неудобно но вот в этой в этом месте трудно правда трудно объяснять не очень волнуюсь поэтому друзья кто смотрит поддержите классом все этом месте трубочка должна быть как бы более плоская и тогда треугольник будет обгонять треугольник вот здесь будет обгонять наши трубочки вот здесь раз переключим ракурс и уже более уверенно попытаюсь все все показать так ну что теперь самый сложный момент это повторить тот же самый алгоритм и на второй стороне для удобства и две трубочки сразу я нарастил между собой значит под основы это будет у нас основа ручки а это внутренняя основа так и будем их называть значит под основу я просовываю рабочую трубочку вот таким образом здесь теперь по своим меткам сверяюсь теперь так трубочка из-под основы у нас выходит немножко тут поправляю так как бы начинай делаю перекрестия перекрещиваю перекидываю трубочку на противоположную сторону теперь внутреннюю основу обвожу как можно плотнее как можно ближе к основе ручки так вот вот таким образом обвожу и вот теперь перекрещиваю крестик тут свой более-менее поправляю насколько это возможно мне всегда этот крестик не нравится поэтому здесь попробуем его сделать идеальным так вот перекрещиваем теперь что мы будем делать дальше теперь вот внутреннюю основу мы обвернули теперь мы будем обворачивать каждую основу по часовой стрелке строго будем идти по часовой стрелке вот обернули основу вывели перекрыть перекрестили теперь как можно ближе к внутренней основе опять огибаем крестик свой сбил так вот как можно ближе к основе огибаем надеюсь будет все видно так огибаем выводим на противоположную сторону значит по часовой стрелке огибаем опять внутреннюю основу выводим на противоположную сторону теперь по часовой стрелке огибаем основу ручки это четвертая наша основа опять огибаем вот так здесь будет сначала в середине страшно на это внимание не смотрите сейчас попробую объяснить дальше так сейчас я поправлю сани так вот это я говорил тут как можно плотнее так мы все я запутался так идем снова ручки у нас было вот так у нас дело было на огибаем так идем вот он вот нарисовался этот ромбик наконец-таки и теперь трубочку мы каждый раз будем укладывать вот здесь огибаем вот огибаем так первое наращивание и она может все испортить главное не запутаться так поехали дальше так здесь у нас наращивание аккуратно огибаем тут стараемся расплющить трубочку так движемся дальше по часовой стрелке огибаем здесь мы расплющиваем так опять пошли по часовой стрелке огибаем так ну давайте смотреть проверять не пора ли нам менять цвет 1 2 так не видно так 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 значит еще кружок еще кружок так ну что произвел я смену замену цвета и продолжаю оплетать до нужного мне количества все то же самое принцип действия тот же самый остается здесь я все расправляю кстати чуть позже расскажу про вот эти трубочки почему у них получился вот такой эффект так ну рискну рискну я можно было бы здесь нараститься но рискну и наращусь вот здесь в данном случае я плету не на выставку поэтому не на продажу поэтому могу себе позволить так и вот теперь когда я начинаю вводить обвожу не так а вот сюда посильнее прижимаю распрямляю сплющиваю ну здесь вот это вот перекрестие теперь я тоже буду немножко за ним следить чтобы как бы оно шло вдоль основ так здесь мы будем однозначно наращиваться так ну вот наш ром сам сомкнулся у нас получается 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 и 1 2 3 4 5 значит что мы делаем переворачиваем во первых 1 2 3 4 5 оборачиваем все поправляем ну и где-то вот здесь мы теперь ищем местечко капаем клея и заправляем нашу трубочку не знаю как вы но лично я буду использовать это видео как учебное пособие что теперь самый волнующий момент самая вот это у нас ручка будет самый теперь волнительный момент запоминаем до запоминаем раз смотрим два должно быть все это дело ну плюс минус быть одинаковым так но здесь то что черные трубочки потрескались внимание я не обращаюсь и факт меня вообще нисколько не расстраивает все это дело я подкрашу с этой проблемой я усердно борюсь но пока меня все устраивает конечный результат меня вполне устраивает на следующем этапе у меня все просто склеиваю трубочку и обвожу еще раз ручку чтобы набрать нужную мне толщину не вот то что я говорил здесь я обматывал вот в эту сторону здесь буду в противоположную обматывать здесь в принципе ничего интересного нет так ну что наша ручка готова таким образом здесь у нас ручка слилась с тем что мы оплетали вот это вот перекрестие делали замок и здесь ну а здесь сейчас все это интегрируется с плетением и тоже будет смотреться более более массивно так ну что пол каркаса готова теперь буду попарно отмерять и подставлять стойки здесь вот есть прекрасное местечко стойки будут прекрасно держаться если держаться не будут то поможет мне полимерный клей в этом так и здесь очень важный момент на который стоит обратить внимание это стойки две стойки вот противоположные две стойки они должны быть точкой опоры чтобы наша лукошка наконец-таки зафиксировалась и стояла в положение в ровном в горизонтально ровном положении на хотя бы просто так ну вот стойки я вставил все готово сейчас я их более равномерно распределю как видите держатся они хорошо ничего с ними не происходит и можно приступать к началу плетения ну здесь конечно сейчас немножко подфиксирую только сейчас все еще разровняю буду долго и порн упорно на это все смотреть ровнять высчитывать то что здесь вот расстояние короткое в оригинале конечно когда плетут белорусская лукошка из ивы здесь мастер завязывает проволоку чтобы все эти стойки стояки стояли и никуда не убегали здесь я думаю это будет бессмысленная это морока просто сейчас чуть-чуть подклею клей схватится и можно будет приступать к плетению сейчас только еще раз распределю распределю все стойки вот кстати пока смотрел что-то мне вот здесь не очень нравится вот эту я немножко укорочу в итоге бухгалтерия моя не сошлась а поскольку стоек лишних я не заготовил а лукошка очень хочется сплести значит сделай здесь небольшую перестановку немножко поставил распорки чтобы как-то все это дело придерживалась ну совсем капелюшечку зафиксировал вот здесь клеем прям капельку точно не никуда не денутся сейчас значит сейчас вот отсюда я под подставлю трубочки и начну плести и чё хочу еще сказать еще хочу какой момент обратить на какой момент обратить ваше внимание может быть это кому-то и пригодится так возвращаемся к прототипу обратите внимание на среднюю полосу то есть что здесь идет здесь идет расширение краям да видите здесь идет расширение краям это черная полоска во второй модели во второй модели здесь идет сужение здесь немножко неудачные в одном месте сделал покажем с удачного места так здесь идет сужение а к центру наоборот расширение но здесь я и плел не так плотно это тоже своего рода эксперимент а здесь идет сужение так в чем же дело в чем же значит здесь я плел как плел здесь плотненько все вылетал здесь я плел 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 не плотненько но здесь то есть я проплетал ряд и делал оборот дополнительный оборот и какое-то время я делал вот по моему да вот до сюда я делал дополнительные вот отсюда до сюда я делал дополнительный оборот чтобы как бы это расстояние компенсировать чтобы у меня не было расширения то есть я хотел равномерным равномерно не получилось получилось что все-таки здесь сужение ну как бы это тоже можно регулировать можно это регулировать имеет место такое быть вот что теперь приступим к плетению в обретанию нашего 3 лукошка и посмотрим что у меня из этого получится все-таки канал у меня прошу расценивать не как канал с мастер-классами все-таки как дневник плиту на вот такой формат на данный момент если позиционирует то есть я буду показывать все что я делаю все что со мной происходит все свои эксперименты все буду показывать все как есть не буду там ничего красивые только красивые вытаскивать и показывать но если интересно то конечно же подписывайтесь ну и ставьте классы так пока подклеивается моя рабочая трубочка что хочу сказать какая особенность плетения у лукошка лукошка плетется сразу с двух сторон то есть краев мы начинаем плести причем одновременно если в середине мы встречаемся и все стыку им ряды прячем хвостики хвостики кончики называйте как угодно их и все дело шито крыто лукошка готово но плетем и одновременно начинаем с этой стороны проплетаем здесь три ряда переходим на эту сторону проплетаем здесь три ряда возвращаемся сюда здесь три ряда потом здесь три ряда пока более-менее вся конструкция не закрепится почему смотрите если мы начнем плести допустим с одной стороны и до серединки Потом с другой до серединки Мы когда плетем с этой стороны Мы можем Наши трубочки Стойки наши подправить туда И изделие может стянуться А если мы будем равномерно, редки с каждой стороны прибавлять То изделие не стянется Как бы оно будет все равно Какой-то перекос, какая-то стяжка Но оно будет равномерно И все будет выглядеть естественно Вот, на это тоже стоит обратить внимание Ну что, сейчас переставляю камеру И немножко начну плести И уже покажу готовые сделки Так, ну что, на мое удивление Убрал я распорки и лукошка стоит Это просто чудеса Это чудеса Но скажу сразу Не обошлось без жертв Трубочки, вот они трубочки лежат Вот так они завернуты Давайте мы их покажем поближе Вот, все-таки сильно я их перемочил И ткань еще мокрая Все-таки оставлю их до завтра Завтра вечером с работы приду И продолжу Потому что черные трубочки очень трескаются Не буду я доводить Все это дело до греха Немножко я закрепил Самое главное Потом, конечно, все, что растрескалось Я аккуратненько-аккуратненько подкрашу Даже комар носа не подточит Вот, главное, что форма стоит Завтра это все уже дело пойдет быстрее Буквально за полчаса Я уже сяду на диван В любое абсолютно положение За что мне нравится плести этого кошка Здесь ничего особенного нету Подводите с какой стороны хотите трубочку Если кто хочет плести, да Вот, и плетете в какую угодно сторону Без всяких правил То есть здесь получается просто Мы как вышиваем Здесь у нас ситец Получается Вот, и плетем В удовольствие Поначалу оно страшновато смотрится И хочется все это выкинуть Но в конечном итоге получается Что-то такое более-менее И вот посмотрим Смотрите до конца И увидим сейчас, что получится в итоге Поскольку я очень много болтал Сам процесс плетения уже не буду вставлять Я говорил ранее, что здесь все просто Вот такой результат у меня получился Я очень доволен Так, постараюсь крутить помедленнее Очень я доволен Все свои огрехи я закрасил Все подправил Ничего не подкопаешься Здесь форма мне тоже нравится Ни одна из рабочих трубочек не подвисает Допустим во второй модели Стойки были немножко подальше друг от друга И рабочие трубочки подвисали над стойкой Здесь же все идеально Как на мой взгляд Но предела никакого нету Можно здесь еще Что-нибудь подшаманить Что-нибудь подкрутить В итоге я получил Очень крепкая лукошка Оно еще не обработано Не грунтовано И не покрыто лаком Если вам интересно Как и чем я буду грунтовать И покрывать лаком Пожалуйста, напишите в комментариях Если, конечно, вы досмотрели до этого момента И я обязательно выпущу ролик Как я буду поступать дальше с этим лукошком Ну и для чистоты эксперимента Вот в этой банке Мелочь Вес кило семьсот Спокойно Лукошка даже не дрогнула Кило семьсот с копейками Там семьсот тридцать что ли Вот лукошка даже Не вздрогнула Не почувствовала этот вес Хотя вот рука чувствует вес Поэтому вывод Какая основа должна быть крепкая В основе у меня пять трубочек с проволокой Это был мой первый опыт В съемке подобного видео Пожалуйста, напишите в комментариях Как вам было Как вам было на это смотреть Насколько удобово рима Насколько понятно Но если какие-то вопросы у вас остались Тоже не стесняйтесь Задавайте их в комментариях Ну а тем, кто досмотрел до конца Огромное спасибо Субтитры сделал DimaTorzok